Девушки отдыхают Слово немецкого дворянина, данное бедному еврейскому ювелиру, немного значит. Я мог бы вам просто приказать сделать вашу работу. Но я же разыскал в другом лагере вашего сына. Это правда, Гердебер. Я нашел вашу жену и маленькую дочь. Они живы. Их безопасность. Завтра их привезут сюда. Закончите вашу работу. Да, конечно. Конечно. Я закончил. Я... Да. Вы действительно мастер. Я не мастер. Я не мастер. Я не мастер. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Странно! О нашей семье! Добро пожаловать в Казахстан! Я тебя люблю и всегда тебе помогал! Я тоже тебя люблю, папа! И спасибо тебе за помощь! Помнишь, когда бабушка умерла, ты мне передала ее архивы? Ну да! Ты же сам меня просил об этом! Ты мне загадывала? Нет! А что там? Много интересного! Аня, послушай меня! Есть один человек, который может быть опасен! Ты сейчас серьезно об этом говоришь? Опасен! Опасен! Не смейся! Хотя тебя тоже может разлиться! О, да! 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 Ну, ты как скажешь, конечно! Опасен! Ничего смешного! Все, приехали! Держи! Может, кое-что попьем? Ну, мне надо на работу вернуться еще! Ну, хорошо! Сейчас я припаркуюсь и попьем! Я тебя жду! Давай! Алло! Привет, Илюш! Да, все в порядке! Папа встретила! Знаешь, я на полчасика задержусь! Ничего! Но ты у меня все-таки золото, а не начальник! Александр Сергеевич! Вы должны были прийти позже! Обстоятельства изменились! У меня почти нет времени! Быстро в номер! Да, идем! Как говорите, ваша фамилия? Смирнов! Простите! Здравствуйте! А подскажите, пожалуйста, в каком номере остановился Александр Орлов? Я его дочь, он меня ждет! Четвертый этаж, номер 409! Спасибо огромное! Простите, я просто тороплюсь! Простите, когда вы регистрировались? Позавчера! Папа! Аня, извини, тут неожиданные встречи! Это писатель, историк, работает в жанре нон-фикшн. Он помогает мне в моих изысканиях. Это Аня, моя дочь! Здравствуйте! Я тогда побегу, раз ты занят. Давай сегодня вечером поужинаем здесь внизу, в ресторане. Ну, давай созвонимся, потому что я не знаю, как сложится еще мой день. Только ты постарайся, потому что мы не договорили с тобой. Это важно! Хорошо! Это очень важно! Я поняла тебя! Все, пока! Послушайте, вы обещали, что не будет никаких свидетелей! Вы нарушаете наши отговоренности! Это всего лишь навсего моя дочь! Да! И она не имеет никакого отношения к спецслужбам! Да! Давайте уже вернемся к нашим делам! Сколько вы хотите за эту информацию? Вы знаете, я 20 лет работал, не покладая рук! День и ночь, день и ночь! Один и шесть нулей! Я вас не понимаю! Мы с вами договаривались о другой сумме! Ну, здесь совершенно секретная информация! Я добывал ее с риском для жизни! Да не преувеличивайте! Послушайте, сынок! Здесь жизнь вашей матушки Нины Орловой! Явки, легенды! Вот! Это та сумма, о которой мы договаривались! И не торгуйтесь! Вы все равно не найдете у нее другого покупателя! А знаете почему? Потому что история Нины Орловой интересует только одного человека на свете! Этот человек я! Держите! Все! Алло! Да, я вас слушаю! Я, к сожалению, не могу предоставить вам такую большую скидку! А вы знаете, я сейчас передам телефон директору нашей компании, и он вам подтвердит, что я говорю абсолютную правду! Да, никто не собирается морочить вам голову! Да, сейчас, подождите секундочку, ладно? Это тебе! Клиент хочет индивидуальный тур с кровью! Да, у нас есть система бонусных баллов! И как только вы станете нашим клиентом, мы откроем на вас бонусную карту, и начислим первые баллы! Да, после того! Мы обещаем вам скидку на следующий тур! Конечно, подумайте! До свидания! Всего доброго! Рабочий день окончен? Илья, ну что ты творишь, а? Они готовы были деньги сегодня уже перевезти! Могу скинуть им хотя бы пять процентов! Ты шо с ним? Я соскучился! Вот этот конверт надо отправить по почте! Сделать это как можно быстрее! Чем быстрее, тем лучше! Конечно! Сейчас будет сделано! И господин Орлов, вас ожидают у бара! Благодарю! Благодарю! Приветствую! Я как раз собирался вам звонить! Я так и понял! Но все-таки решил встретиться! Я хочу лично услышать, как это дела моего партнера! Дела действительно идут прекрасно! И у вас тоже уверен, все хорошо! Вид цветущий, как всегда! Мне нужны не комплименты, а результат! Когда? Неделя! Окей! Я бы не хотел расстраиваться! Когда что-то срывается или идет не по плану, я начинаю сильно нервничать! Могу столько глупостей натворить в сердцах! Но ведь это понятно! Это не надо объяснять! Не надо! Понятно! Тогда береги себя! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Да нет, ты что это назвала? Алло! Да, пап! Ну, в общем, в общем, я освободилась, да? Ну да, я помню про страшную семейную тайну! И про страшную опасность для нас я тоже помню! Нет! Нет-нет-нет, я не смеюсь! Да! А давай через час в ресторане твоего отеля! Хорошо! Все, пока! И что это значит? А это значит, что сегодня я ужинаю с отцом! Ну вот! Родители всегда не вовремя улезают в жизнь твоих детей! Не обижайся, я так редко его вижу! Дождешься меня? Ладно, я мигом! Если ты меня обманешь, то найдешь мое безжизненное тело! Неожиданно! Здравствуйте! Вас ожидают! Здравствуйте! Да! У меня столик должен быть заказан на фамилию Орлов! Пойдемте! Вам что-нибудь перенести? Если можно, водичку! Хорошо! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Папа! 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 Здравствуйте еще раз. Скажите, Александр Орлов выходил из отеля? Я просто волнуюсь, он к телефону не подходит. Стучу в номер 409, и он не открывает. Нет, должен быть еще в номере. Странно. А может быть, пройдем вместе, посмотрим? Да, давайте пройдем. Сейчас возьму свой запасной ключ. Давайте побыстрее чуть-чуть. Да, хорошо. Спасибо. Просто на него это не похоже, телефон всегда с ним. А тут не открывает и не слышит. Я стучала, он не открывает. Папа! Александр Сергеевич, откройте! Открывайте уже! Пап! Мы входим. Пап! Пап! Скорую, быстро! Папа! 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 Я тут все оформил, осталось только подписать. И по нашей части все формальности будут закончены. Подождите, а почему здесь нет ни слова о том, что отец был здоров, и я разговаривала с ним по телефону буквально за час до смерти. Он заказал столик в ресторане, и он прекрасно себя чувствовал. Я понимаю, каково вам сейчас. И сочувствую, поверьте. Ну и вы меня поймите. Следов борьбы нет. Смерть, по всей видимости, не насильственная. Человек, знаете ли, животное хрупкое. С ним в три секунды может столько всего произойти. Вы даже себе представить не можете. Мы, конечно, дождемся результатов с потологоанатома, но по большому счету. Подождите, давайте сделаем эту экспертизу. И я вам уже рассказывала, что отец встречался с писателем. Писатель нон-фикшен. И как его зовут, я не знаю, но он явно нервничал и пришел раньше положенного срока. Ну, мало ли что. Я пока, так сказать, не вижу состава. Простите, а этот чемоданчик вашего отца? Да, он с ним приехал. Его на заказ сделали в Германии. Странно, что и в Германии. Такие обычно делают в Японии. По стороннему человеку такой просто так не открыть. В них обычно хранят очень ценные вещи. Ну, вот вам и состав. Ты камеры проверил? Да. На них видно, как гражданин выходит из лифта, заходит номер. Ни до него, ни после него. В номеры никто не заходит. Вплоть до появления гражданки из консьержа. Подождите, а писатель? Ну, был там этот фикшен, не фикшен на записи? Ну, это надо смотреть дневные записи. Ну, давайте посмотрим дневные записи. Да я не против. Давайте посмотрим. Только зачем, я не понимаю. Ну, был у них с вашим отцом какой-то деловой разговор. Потом я, как понимаю, они ушли, и больше он не возвращался. Ну, вот. Ушел и все. Ну, давайте еще раз посмотрим. Отец с писателем. Видите? Ну, вы же тоже сами все видите. Писатель ушел. Ваш отец проводил его на пороге. И все. Ну, запись не очень качественная, но все-таки видно. Анна, я вас очень понимаю, но давайте дождемся результатов экспертизы. Если она покажет, что это убийство, начнем действовать. Я оставлю вам свой номер. Спасибо. Илья, у меня папа умер. Перезвони мне. Субтитры сделал DimaTorzok. Ильюша спит. И сюда больше не звони. Я тоже тебя люблю. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Тебя долго не было. Уехал, вернул его к родителям. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Олеечка, телефон звонит. Ответь, пожалуйста. Солнышко, ответь. Да, дорогая. Я очень рада, что ты звонишь мне в пять утра. Нет, я всегда готова с тобой поболтать, но согласись, что сейчас не самое подходящие. Подожди. Подожди, я ничего не понимаю. Подожди. А делать-то что теперь? Доброе утро. Что случилось? Он умер. Кто умер? Мой муж. Он умер. Ничего себе. Подожди. Инфаркт, инсульт. Я не знаю. Я не знаю. Позвонила его дочь Анна. Послушай, а завещание есть? Ты о чем? Мне пять минут назад позвонили и сказали, что... Ты понимаешь, что у меня умер муж? Как я сейчас могу думать о завещании? Личка, тебе не нужно ни о чем думать. И я твой адвокат. Александр Сергеевич, вы мужчина состоятельный, а у вас более непростые отношения. Есть что делить. Ты не волнуйся, я все сделаю, как адвокат. Так, в коллегию мне сегодня не нужно. Слушай, а давай поищем завещание? Ну, чтобы быть ко всему готовыми. Давай ты все-таки поедешь в коллегию. Сейчас наденешь пиджак, галстук и вперед. Я понимаю, ты расстроена. Знаешь что, ты поспи еще немного, ладно? А когда проснешься, позвони мне, хорошо? Господи. 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 О, привет. Не хотел тебя будить. Омлет, будешь? Ключи оставь и убирайся отсюда. Не понял. Вань, что происходит вообще? Ты на работу не явилась. На звонки не отвечаешь. А я звонила тебе вчера. А, я же в этом был. Около Ермилова. Там связи нет вообще. Ты что? Следила за мной? Ты что, дурак? У меня отец умер. Мне поддержка была нужна. Я пыталась тебе дозвониться. Я же не знаю, Ланечка. Тебе же помощь нужна. Прими мои соболезнования. Нет, от тебя ничего мне не нужно. Я тебя бросила. Ну, или ты меня оставил. Я не знаю, как тебе удобно. Я вообще ничего туда не понимаю. Если же вот так вот раз и разойтись. Ну, нас же много чего связывает. Общие планы на будущее. Интересные проекты. Это все не просто так. Мы же не просто... Я же тебя люблю. Ключи давай. Амалия Львовна. Я так вам соболезную. Как это случилось? Костик, сейчас это не важно. Яночка, как ты? Отстань. Мам. Я, ну что ты меня мучаешь? Ты что, не видишь, что мне плохо? Вижу. Похороны это непросто. Хочешь, я все организую. Ты? Ну да, ты это организуешь. Костик, принеси мне, пожалуйста, горячей воды с сахаром. Прям кипяток и сахару так, ложки три. Хорошо. Спасибо. Все равно придется этим заняться. Тем более, надо понять, что там с завещанием. Ах, вон оно в чем дело. Ты тут при чем? В смысле? Очень даже при чем? Ты ему не дочь, он тебе не отец. Да, но он меня любил. Тогда как ты сейчас можешь говорить о завещании? Ты просто меркантильная, сбалованная... Яна Павловна, Яна, давайте будем решать вопросы по мере их поступления. Сейчас нам нужно справиться с мигренью, потом мы сядем, выпишем все вопросы на бумаге и постепенно один за одним все решим. Спасибо тебе, Кость. Хоть один взрывомыслящий человек. Костя, а вообще, когда ты на ней женишься? И увезешь от меня с глаз долой? Да я-то хоть сейчас. Костя, ворота сбавь и не лезь. Амаля, давайте примем таблеточку. Нет, не надо. Войдите. Анна Александровна, извините, результатов пока вы... Ясно. Прошу прощения за беспокойство. Я вот по какому делу. Не знаю, поможет это следствие или нет. И я вспомнила, что когда я утром зашла в номер, на столе лежал конверт. Большой такой, крафтовый конверт. А когда, когда с отцом все это случилось, конверта уже не было. Он исчез. Может быть, это был конверт этого вашего писателя. Как вам такой вариант? Простите, у меня телефон. Я должна ответить. Конечно. Алло. Да, привет, Яна. Ну, я Амале уже все рассказала. Больше новостей никаких нет. Да, ждем экспертизу. Полиция считает, что смерть произошла по естественным причинам. Нет. Нет, не нужно. У меня здесь полно знакомых. И юристы у меня есть. И даже теперь полицейские. Пока-пока. Ну, как? Какие эти питерские все-таки. Никакие, манерные. Ощущение, что они прилетели с другой планеты. У каждого обитателя под два комплекта мозгов, блин. Она от нашей помощи отказалась. И сказала, что у нее в Питере толпа знакомых юристов, которые за нее всех тут закопают. Прямо так и сказала? Прямо так и сказала. Что-то на нее не похоже. Она, в отличие от тебя, человек тактичный. Я бы даже сказала, деликатный. Ну, да. Мы в курсе, кто ее воспитывал, а кто меня. Знаешь, это осинки не родятся апельсинки. Сниму с довольствия. Твое деликатное и тактичное наследством со мной точно не поделится. Каждый получит то, что ему положено по закону. Да угомонись ты. Ты как попугай с утра до ночи. Наследство, 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 наследство. Яна, ты как? Барахло-то убери отсюда. Да, это убийство. Нам тут теперь год разгребать. Ребят, долго вам еще? Хорошо, если до утра управимся. Фото на опознание отправили? Да, ждем результатов. Предварительная версия. Грабеж. Скорее всего, действовали по наводке. Похоже, наш убитый занимался сбором информации в архивах. Вероятно, что его пытали. Но вот успел ли он что-нибудь им рассказать. Ладно. В любом случае, отработаем все связи. Добрый день, Анна. Проходите. Добрый день, Анна. Еще раз примите мои искренние соболезнования. Присаживайтесь. Все свои сомнения теперь можете оставить. Вот копия акта экспертизы. Причина смерти вашего отца. Инфаркт. Ну, что, собственно говоря, мы и предполагали. То есть, вы решили больше это дело не расследовать. Правильно я понимаю? А кто это? Да так, один покойник. Вы его знали? Ну, конечно, это и есть тот самый писатель, который встречался с моим отцом. А что с ним случилось? Убит. Ну, вообще-то, это тайна следствия. Убили. Вы обыск проводили? Конечно же. В конверт нашли? Ну, конверт. Вы не понимаете, что смерть этого писателя и моего отца не случайно? Взаимосвязаны они. И чем она связана? Этим конвертом, который в глаза никто не видел? Ну, кроме вас, я имею в виду. Понимаете, Анна, ваш отец ушел из жизни естественной смертью. А этот субъект стал жертвой ограбления. Вы разницу чувствуете? Уж простите. Простите. Так, давайте еще один раз. Около двух часов он попросил вас отправить конверт. Так? А, да. Вы это сделали. В это время в баре его уже ждали. А, да. Он заказал столик в ресторане и поднялся к себе. Ага, да. И больше он ни с кем не встречался? Этого я не видел. Ясно. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я знаю, что вы не хотите возбуждать дело, но в мой дом сегодня кто-то влез, и я следующая жертва. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ключ. Оставайтесь в машине. Хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ложная тревога! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Встреча в церкви так таинственна. Я ждал вас. Курт, не перебивайте меня. Простите, я... Вы же все знаете. Я люблю вас. Милый Курт, но разве сейчас время? А когда? Может, завтра нас убьют? Идет война? Может, взрыв? Авианалет? Случайная пуля? Да просто судьба. Возьмите это кольцо. Это дорогая вещь. Вы просто пока не понимаете, насколько. Вы скоро все узнаете. Я люблю вас. Я хочу хотя бы знать, что вы моя. Я люблю вас, это самое главное. Но речь идет не только об этом. Вы должны сохранить это кольцо. Это очень важно. Я потом вам все объясню. Просто храните кольцо. Гауштенфюрер Вебер. Прошу прощения, у меня приказ доставить вас к Гауляйтеру Коху. Немедленно. Я непременно найду вас. И мы навсегда будем вместе. Вы согласны? Вы теперь моя невеста. Но я не знаю. Вы должны мне ответить. Берегите это кольцо. Я вернусь к вам. Я вернусь к вам. Я вернусь к вам. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Думаете, кем? Понятия не имею. Офицером КГБ в отставке. Да что вы говорите? Его дело передали в ФСБ. Ну, получается, и в деле отца теперь есть перспектива. Папа меня хотел предупредить об опасности, но и о какой-то тайне нашей семьи. Анна Александровна, нет никакого дела вашего отца. Вам надо, ну, я вас очень понимаю, но все-таки он сам умер. Никто ему не помог. А знаете что? Пожалуй, поздно уже для чая. Я пойду. Берегите себя. Спасибо, что приехали со мной. Да не за что. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Если ты слушаешь эту запись, значит, я уже умер. Не плачь очень сильно. Хотя я знаю, что все равно будешь. Аня, я очень сильно тебя люблю. И очень любил твою маму. Глупость, конечно, что я ушел от вас. Но уже ничего не вернешь. А теперь слушай меня внимательно, Аня. Раз я умер, значит, они меня нашли. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ГОВОРИТ ПО-АНГЛИЙСКИ ГОВОРИТ ПО-АНГЛИЙСКИ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А кто? Я хозяйка. Я вас вызвала. Документы. Я сейчас. Паспорт. Вот. Все чисто. Никого нет. Замки не сломаны. Так вы опоздали. Они по воде ушли. И по-испански говорили. Испанцы? Да. Вы что, не верите? У вас здесь камера есть? Какие камеры? Камеры видеонаблюдения. Нет. Камер нет. Поставьте. Что у вас здесь испанцы не ходили? Ладно. Мы поехали. Если что, вызывайте. Повнимательнее. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Так и у вас есть серьёзные сомнения по поводу смерти вашего отца. Мы уверены, что его убили. Как и человека, которого вы знаете как писатель. Но за что должна же быть хоть какая-то причина? Мы надеемся, что с вашей помощью мы внесём ясность в этот вопрос. Допустим, я могу предположить, что у отца и писателя были какие-то совместные дела. Я даже их видела случайно один раз. Я ещё видела пропавший конверт, но предположить не могу, что там было внутри. Вы в опасности? К вам сегодня уже приходили? Придут ещё? Вам нужно покинуть этот город. Но в нынешней ситуации, Калининград, в который вы собрались, самое худшее место для вас. Скорее всего, главные враги вашего отца именно там. Отлично. Значит, я еду. Никто и ничто не помешает мне проводить отца в последний путь. Да тут ещё такая история с венками. Я ведь всё по интернету заказывала, а размеры не посмотрела. И ты знаешь, эти деятели так обрадовались, что попытались мне встучить каких-то монстров, что-то не кипариса в полную величину. Ну что делать, что делать? Ну, поехала ругаться. Совсем совести у людей нет. В общем, ещё с этим оркестром, ещё даже, не знаю. Друзья мои, у нас и правда сегодня очень грустный день. Вы все знаете мою галерею. Многие из наших попечителей относятся к нашей деятельности, как к положению средств. Мол, мы вам имидж, вы нам имидж. Но они ошибаются. Если действительно любить искусство, то свет будет в твоих глазах. Дорогая Анночка, такой свет был у нашего дорогого Саши Александра Сергеевича. И я вижу этот свет и в ваших глазах. И я очень надеюсь, что ваша семья будет и дальше помогать нам, нашей галереи, чтобы дарить искусство людям и дальше. Да, Марго, да, несомненно. Галерея была частью его души, его жизни. У меня все это так внезапно. Я даже не понимаю, что сейчас делать, за что браться. Все остановилось на ходу. Но когда мы разберемся через какое-то время, мы же как родные. Мы остаемся здесь. Мы рядом. Анечка, позволь тебе представить. Надежный и верный друг нашей семьи. Дмитрий Дмитриевич. Аня. Член коллеги адвокатов. Если можно так сказать, наша волшебная палочка-выручалочка. Если есть профессионалы от Бога, то это про него. Прошу любить и жаловать. Ну, это ты уж слишком. Анна, ваш отец часто говорил о вас. И хоть я знаю, у вас были непростые отношения, примите мои соболезнования. Спасибо вам. Да, еще секунду. Вы знаете, он очень похож на своего отца. Нет, не в смысле, что прям внешне, ну, сходство улавливается, конечно. Но у вас чувствуется порода. Если что, я к вашим услугам. Спасибо, я поняла. До свидания. Марго, вам Макс не звонил, я ему пишу, он в оффлайне. Звонил, он опаздывает. А мы что, ждем какого-то важного гостя? Молод, красив, хорошо воспитан, но главное, свободен. Макс! Яна! Привет! Привет! Почему мы никак не можем пересечься? Прямо так получается. Яна, прими соболезнования. Спасибо. Марго! Привет, дорогая. Привет. Костя. Дмитрий. Примите, спасибо. Болезнования. Спасибо. Анна! Мы знакомы? Нет, но я вас сразу узнал. Вы дочь Александра Сергеевича? Да. Да, это моя сестра. Простите, я торопился на похороны, но он не успел. Прошу слететь из Нью-Йорка через Москву. Ты устал? Пойдем в дом, я тебе чай налью. Да, пойдем. Примите мои соболезнования. Спасибо. Здравствуйте. Николай! Анечка, подойди, пожалуйста. Еще раз, примите мои соболезнования. Спасибо большое. Анечка, познакомься. Это директор фирмы твоего отца. Так сказать, его правая рука. Но в рекомендациях он не нуждается, потому как, если бы не было его, не было бы и фирмы как таковой. Я его за глаза называю локомотив-паровозач. Аня. Очень приятно. Анна, примите еще раз мои искренние соболезнования. Поверьте, это и для нас тяжелейшая потеря. Как мы будем без него дальше, не представляю. Спасибо. Вы знаете, отец мало рассказывал о своих коллегах, но о вас всегда упоминал с огромным уважением. Если вас не затруднит, я бы хотела с вами встретиться и задать пару вопросов. Какие могут быть трудности? Вот моя визитка. Я в полном вашем распоряжении, в любое удобное для вас время. Хорошо. Спасибо вам большое. Всего доброго. Лея, к сожалению, мне нужно идти. Поправляйся, дорогой. Хорошо. Спасибо. Мам, ты сама знаешь, что речь идет о миллионах. И акции, и все, что там есть, надо продать, а деньги за счеток вывезти. Я не понимаю, откуда такой энтузиазм? Лично я ни о каких миллионах ничего не знаю. Я даже не уверена, есть ли они. По моим сведениям, на счетах пусто. Ну, значит, отец все успел вывезти. Я видела завещание, и это прописано отдельным пунктом. Какие интересные новости у нас сегодня. Это что же ты такое видела? А главное, когда и где? Я спорю попросил что-то принести из его кабинета, и я увидела на столе бумаги. Ну, прочитала. Не специально. Ты святой ребенок. Я думаю, что завещанием будут заниматься у юристов, и я же хотела с вами поговорить о другом. Ну, дело в том, что отец умер не своей смертью. Его убили. Как убили? Как? Кто за что? Я не знаю. Я не хочу это выяснить. Я ничего не понимаю. Он меня пытался предупредить об опасности каком-то человеке, а я не придавала этому значения. Мне сейчас нужно разобрать весь его архив, документы, понять, с кем он общался в последнее время, о его друзьях узнать. Я очень надеюсь, что вы мне в этом поможете. Нет слов. Какой-то криминал, бандиты. Это что, как-то связано с его бизнесом? Я не знаю. Он говорил только о человеке, который может причинить вред нашей семье. У меня было предчувствие. У меня было предчувствие. Вот как будто что-то в воздухе витало, как будто гроза надвигалась. Но я не придала этому значения. Я подумала, что у меня давление. Я очень надеюсь на вашу помощь. Я тут вряд ли чем-то могу помочь. Я со мной никакими рабочими секретами не делился. Ты все-таки фантастическая эгоистка, Яна. То есть помогать ты не хочешь, а наследство ты хочешь. Мам, меня поздно уже воспитывать. Чувство вины мне внушать тоже не надо. В этой ситуации не тебе меня судить. Это просто что-то фантастическое. Нет, я, конечно, с себя вины не снимаю. Я, видимо, что-то упустила в ее воспитании. Саша был сложный человек. У меня характер не подарок. Но он хотел удочерить Яночку. Это действительно так? Он говорил о завещании. Но я, к сожалению, не знаю, успел ли он его заверить. Это просто в голове не укладывается. Он был предельно честным человеком. И принципиальным. То смешно. Анечка, мне сейчас просто нужно немножко тишины и покоя. Хорошо? Я тогда поеду? Да. Спасибо тебе большое. Я тоже тебе подарю немножко тишины и покоя. Мы с Костиком завтра за тобой залить. Да, хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Аня! – Макс? – Бегаете? Ну, как видите? – Я хочу с вами поговорить. – Говорите. Я серьёзно, не так набегу, нам есть что обсудить. И это очень важно, в первую очередь для вас. Может, поужинаем сегодня? А я не могу сегодня. – Завтра? – И завтра не смогу. – Послезавтра. – Тоже не получится. Давайте я вам позвоню. Давайте я вам сама позвоню. Запишите номер. – Звоните в любое время. – Хорошо. – Я подстроюсь. – Ладно. – Я вам перезвоню. – Ладно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok – Привет. – Привет. 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 – Хочешь? – Бесит тебя мать, да? – Она сейчас в таком состоянии? – Да она всегда в таком состоянии. – Мне нравится, правда? – Мне вот всё равно. Мало того, что она при жизни мужу изменяла, так и сейчас ищет тебя молодого, желательно богатого. – Ян, следи за языком. – Кость, не бойся, тебе это не грозит, ты по финансам не тянешь. – Хватит. – Слушай, мы все переживаем, это понятно. И просто все оказались в неожиданном положении. – Да, в неожиданном. – Ян, у тебя своя правда, у Амалии своя, у меня третья. У нас у всех разные жизни, разные интересы. Просто сейчас так получилось, что жизнь нас ввела в одной точке. – Да. Поэтому нормальным людям нужно держаться вместе. – А то мать завтра всех сожрет. – Слушай, ну что будет завтра? Это завтра мы увидим. – А пока, знаешь что? Хочу дать тебе совет. – Да! Мать свою любить надо. Любить и жалеть. А если это не получается, тогда хотя бы пытаться понять. Ладно, пойду пройдусь, вижу, что всё это бесполезно говорить. Стоять смирно, руки можно не поднимать. Какое замечательное место вы выбрали. Просто идеальное. Чтоб ваши питерские гости могли разобраться с вами быстро и без свидетелей. – А что же мне теперь никуда не ходить? – Я всё понимаю. Но и вы не забывайте, что вы в опасности. Потому что, когда в районе диафрагмы вы заметите маленькую светящуюся красную точку, будет поздно. – Но вы же меня защитите, это ваша работа. – Я постараюсь. Но и вы помогайте мне. Не подставляйте себя. – А что же мне сделать, чтобы от меня отстали? – Всё дело в конверте. Его искали у вашего отца. Не нашли, теперь его нет. Потом искали у писателя. Его тело в морге. Есть основания полагать, что они считают, будто конверт у вас. – Но у меня его нет. – Нет? Я верю. А вот убийцы вряд ли так, что вы под прицелом. И в свете этих печальных событий вам предстоит познакомиться с окружением вашего отца, с его коллегами. – Присмотритесь. Вы человек наблюдательный, и я вижу, в людях разбираетесь хорошо. С вами будут общаться доверительно в свете печальных событий. Так что просто присмотритесь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Привет, Амалия. Ой, привет, дорогая. – Не помешаю? – Да нет, нет, конечно, присаживайся. Правда, я уже счет оплатила. Иду на маникюр. Не хочешь со мной? Нет. Только как-нибудь по-дебичи поболтаем. Нет, спасибо. И тем более у меня встреча назначена с локомотивом Паровозовичем. Николай? Да. Ну, с ним нужно держать ухо в остро. Почему? Ну, Саша был человек добрый, доверчивый. И к директору, ну, к Николаю, он относился как-то особенно. Он даже мне так не доверял, как ему. Ну, и что получилось? Ничего хорошего. Бизнес зашел в тупик. Ну, а кто в этом виноват? Я думаю, что директор. Но он, конечно, в этой ситуации себя не обделил. Сейчас его задача от банкротства компании. А потом он будет потихонечку умывать руки. Так сказать, чтобы все было шито, крыто. Но мне кажется, он знает, куда твой отец спрятал деньги. Спрятал деньги? Он в последнее время тратил как сумасшедший. Говорил, что на какие-то исторические изыскания. Очень много ездил по миру. Ускупал какие-то документы. Вроде бы как собирался книгу писать. Но я думаю, что все это прикрытие, легенда. Он выводил деньги в офшор. И Николай об этом знал. Но только он не учел один важный пункт. Есть я. Нет, меня, конечно, никто всерьез не воспринимает. Я кто? Я красивая жена, богатого мужа. А между прочим, я кое-что понимаю в бизнесе. И вот когда тебя собираются обмануть и помер упустить, вот тут мне уже не до бантиков. Тут я уже выключаю женщину и включаю что? Мужчину? Неверный ответ. Я включаю танк. И никаких офшоров я не допущу. Скажи мне, пожалуйста, кто такой Макс? Макс? Ну, смотря что тебя интересует. Ну, кто он? Он как-то выглядит не как русский и говорит практически без акцента. Ну, у него не биография, а целый приключенческий роман. Мать его из Аргентины, у нее там каких-то кровей намешано. Ну, в общем, в 17 лет она убежала из дома, прибежала в Штаты. У них до сих пор это модно. Ты знаешь, тебе лучше об этом поговорить с Марго. У меня просто действительно нет времени, пора бежать. Ну что, увидимся, да? Ну, ты мне потом обязательно расскажешь, что тебе этот жулик, я имею в виду Николая, наплел. Хорошо? Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, что она сказала? Здравствуй, я тоже рад тебя видеть. Привет, привет. Ну, что Мать сказала, ты ее уговорил? Нет, она категорически отказывается продавать архивы твоего отца. Крымс. Она всегда так. Чего у всех мама как мама, у меня, блин, какая-то собака на семью. Я думаю, она будет заговорчивой, когда кредитору возьмут за горло. Послушай, там точно что-то было. Отец не стал бы бросать все дела фирмы ради этого. Были какие-то большие деньги. По-настоящему большие. Он стал всем врать про книжки и историю семьи. Стал придумывать, что надо найти каких-то пропавших родственников. Бизнесмен со стажем вламывает огромные денежища и ставит весь бизнес под удар, чтобы узнать, как звали какую-то там прапрабабушку. Ну, не смеши меня. Я бы подождал, что раскопает Анна. Анна? Причем тут Анна? Она что-то знает. Твой отец встречался перед смертью с нами. Знает Анна или не знает Анна. Какая разница? Послушай, на большие деньги всегда найдутся большие охотники. Но надо их опередить. К тому же, если отца действительно убили, то получается, мы теперь с матерью тоже в опасности. Я боюсь. Ну, хочешь, оставайся здесь. Серьезно? Да. Спасибо. Класс. Ты... Ты лучший. Яна, а как же Костя? Костя? Ты его вообще видел? Он же... Мы как брат, сестры, а мне друг. Я тебя люблю. Подождите-ка, подожди. Ты неправильно меня поняла. В смысле? В прямом. А-а-а. Яна. Яна. Я просто хочу, чтобы ты меня услышала. Я дал тебе обещание, я сдержу слово. Прости, если я что-то не то сказал. Я знаю, как вы ко мне относитесь. Наверняка, Амалия вас уже хорошо обработала. Но у меня свое мнение. Ну, если так, это уже лучше. Я не вор. Все обвинения бред. А вы знаете, что ваш отец незадолго до гибели продал огромную часть своей фирмы 75 процентов? Продал кому? Нашелся ушлый тип. Он и половину еще не выплатил. Аванс охватил только на погашение процентов. А ваш отец со своими безумными поездками по всему миру потратил огромное состояние. И во имя чего? Ну, он хотел узнать историю семьи, что здесь плохого. Я, кстати, хочу посмотреть весь архив. А его нет. И все забрала Амалия. Ну, значит, я у нее возьму. А я теперь должен исполнять его больные фантазии? А я теперь отвечаю перед людьми, перед заказчиками, перед банками, перед налоговой, перед всеми. А это же ваша работа? Не правда ли? Ну что, ты была у директора? Что он тебе сказал? Есть на счетах деньги? Нет. Я так и думала. Почему? Потому что я не такая дура, какой меня выставляет мать. Понимаешь? Нет, не понимаю. Они с директором в сговоре. И тебя пытаются запутать. Ну, а смысл? Я же рано или поздно все равно посмотрю документы фирмы. И что тогда? Они просто тянут время, пока ты там ковыряешься с бумажками. С чего ты взяла? То, что мать безостановочно врет, я надеюсь, ты это поняла. То, что она изменяла отцу, ты тоже поняла. Амаля, конечно, не сахар. Но, Яна, прости меня, ты тоже не невинная овечка. Можно, пожалуйста, вина? Яна, успокойся. Отстань. У красного. Просто пытаюсь выжить. Я уверена, что когда у отца начались проблемы с бизнесом, он, прикрываясь тем, что ищет каких-то родственников, начал владеть счета за границу. Мать это поняла. Сейчас они с директором пытаются получить доступ к этим счетам. Адвокат тоже ведет какую-то игру. А мать использует и одного, и второго. И меня, и тебя. Просто какая-то банка с пауками. Бедный папа так попал. Пока ты будешь думать, веришь ты мне или не веришь, они все сделают. Не важно, кто. Предлагаю тебе такой вариант. Либо ты со мной с Максом, либо мать продолжит тебя водить за нос. Ты с Максом? Неожиданный дуэт. Почему очень даже ожиданный? Хочешь, пей? Что выберешь ты? Подумай. Яна. Как дела? Ну, как дела? Собираю грязное белье. Вся информация, которую мне преподносят, больше похожа на дезинформацию. И вообще на какую-то мышину возню. А что у вас? Вы помните эту фразу на испанском, которую услышали около вашего дома? Ну, конечно. Пута мадре. Эта фраза врезалась в мою память до конца жизни. Я вот, знаете, тогда представила, если бы он увидел меня, обернулся, достал свой огромный пистолет и выстрелил. Ух ты! 44-й калибр. Ну, скажу, что небогатое у вас воображение. Профессионала так не убивают. Они убивают тихо. И сами молчат, и вам пискнуть не дадут. И даже ладошкой рану прикроют, чтоб кровь не булькала. Ой, давайте, пожалуйста, без этих ваших натуралистических подробностей. И так тошно. Хорошо, закрыли тему. Теперь, что я выяснил. Испанцы употребляют это ругательство исключительно в переносном смысле. Типа, круто, зашибись. А вот латиносы, ну, в смысле, латиноамериканцы, вот они используют ее исключительно, когда что-то пошло не так. Когда реально все плохо. Латиноамериканцы. Угу. Кто? Да нет, это так просто предположение. Хорошо бы делиться своими подозрениями во избежание дальнейших недоразумений. Тебя наверху ждет странная особа. Пришла как себе домой. Спасибо. Спасибо. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Продолжение следует... 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 Марс! Марго, а расскажите мне о Максе. О Максе? Попробую. Дед Макса был немец. Офицер СС. И по долгу службы оказался здесь, в 1945 году, в Кёнигсберге. Получается, дед Макса был фашистом? Ну, дети не отвечают за грехи своих отцов. Тем более внуки. Сбрасывает. Зачем она тебе? Я с ней вчера говорила, она вообще не в теме. Послушай, перестань дуться. Мать Макса, Эва, родилась уже в Аргентине. Но с отцом у неё не складывались отношения. И она в семнадцать лет сбежала из дома в Америку с каким-то рокером. Забеременела от него и родила Максик. Рокер, конечно, растворился. Она встретила русского художника и вышла за него замуж. Но у него там что-то не заладилось в Америке. И они вернулись сюда, в Калининград. И он усыновил Макса. Выходит, Макс, немецко-аргентинский американец. Который стал русским. Он с отличием окончил школу, поступил в МГУ. Но когда отчим умер, Эва решила, что нужно вернуться обратно в Америку. И тогда это было правильное решение. А он зачем вернулся? Максик. Максик может себе это позволить. Он путешествует. Ему очень повезло. Он оказался в нужное время, в нужном месте. В IT-компании. Он придумал какую-то штуку для компьютеров, которая мне непонятна. Но она всем понадобилась. И в одночасье стал миллионером. Стал приезжать сюда, пришел ко мне в галерею. Мы с ним подружились. Он мне стал помогать. И, кстати, именно здесь я познакомила его с твоим отцом. Понятно. А что их связывало? Я не знаю, что их связывало. Но они очень сильно сблизились на хобби твоего отца. И очень много общались. Но если ты хочешь узнать больше, поговори с Максом. Я не знаю, что здесь у нас в курсе. Я не знаю, что остальное было. Но я не знаю. Я не знаю, какой-то aquele какой-то, который делает. И мне нужно сказать, что он как-то не оценил. Хобби вспоминал. На ней я знаю. Субтитры делал DimaTorzok Что? Все считают меня малолетней дурочкой. Отец, между прочим, меня тоже любил и хотел удочерить. Я, как полноправный член семьи, имею право обсуждать дела. Послушай, ты не права. Я тебя совсем не считаю дурочкой. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У меня есть информация, которая может тебя заинтересовать. Что-то случилось? Да, случилось. Здесь небезопасно, нам лучше уйти. Потом я объясню. Пойдем. В смысле? Я потом объясню. Пойдем. Макс, я зайду в донскую комнату? Да, хорошо. Только, пожалуйста, побыстрее. Я жду тебя в машине. Хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Прости, что я был резок. Охрана сообщила, Даниэль сообщил, что за нами кто-то слезит. О, ты охрану с собой взял? Кого ты боишься или мне не доверяешь? Тебе доверяю. Как видишь. Твой муж потратил на это какую-то колоссальную тучу денег. Разорил фирму и что, никаких зацепок? Можешь продать все это, пока не поздно, за хорошие деньги. Босс. Ни за что даже думать об этом забудь. Я своего не отдам. Лия, ну ты приглядись. Он же только на вид такой приличный человек. А так, что говорить, ужасный тип. Да бандит. Ну, нравятся ему эти мифические сокровища, эти тайные кладки. Хорошо. Пусть ими занимается. Нам проще и легче. Я тебе говорю, даже думать об этом забудь. Эти бумаги мои. Мой муж их собирал. И если Аня права, и его убили именно из-за них, то это значит, что он был близок к разгадке. Сейчас главное найти недостающую часть бумаг. Так сказать, последнюю часть пазла. Ну, каким образом ты смираешься, ты ждал? Скажи на место, ну? Надо найти убийц моего мужа и вытрясти из них недостающие сведения. Лия, ты шутишь, что ли? Они убийцы. Как ты и что собираешься из них выбивать? Надо что-то придумать. Суждаешь, как ребенок? Надо, надо быть хитрее. Надо что-то придумать. Надо поймать убийц. А потом этому новоиспеченному партнеру их сдать? Он же бандит. Ему и карты в руки. А наша задача указать его, кого плющить. Да, он просто поскачет все это исполнять. В припрыжку. Для этого нужно придумать, зачем ему это нужно. Объяснить. Это я умею. Для начала нужно выяснить, что знает Анна. А что это за бумаги, не могу понять. И все на немецком, а немецкий я не знаю. Это архив моего деда, Курта Вебера. Он умер в прошлом году в Аргентине. Ему было 97 лет. Сочувствую вам. И? Он их писал с 1947 по 2017 год. 60 штук. Одно письмо в год. Писал и не отправлял. Он их писал женщине, не знаю, жива ли она. Его невеста, любовь всей его жизни. Их разлучила война. Это как раз тот дед, который был нацистом? Да. Я смотрю, ты в курсе моей биографии? Ну, частично. И не перестаете иметь со мной дело? Внук за деда не в ответе. Да, это обнадеживает. Что, поиграем в догонялки? Я совсем его не знал. Но кое-что в нем было светло и прекрасно. Это любовь к этой женщине. Хотел бы я найти такую любовь. Ну, история действительно впечатляет. Ну, и? Я решил узнать, кто была эта женщина. Где родилась, жила. Где умерла или, может быть, жива. Именно это и привело меня сюда. Но вы ее нашли? Нашел. Ну? Расскажи мне о своей бабушке. Ну, а бабушка моя здесь при чем? Вот она. Ваша бабушка. Баронесса фон Зирк. Вы с ума сошли? Вы сумасшедшие. Моя бабушка Нина Орлова. Студентка ушла на фронт. Аня, это твоя бабушка. Баронесса фон Зирк. Невеста моего деда Курта Вебера. Что за бред вообще? Ну, похоже, может, немного. Но это бред. Моя бабушка Нина Орлова. Москвичка. Послушай, ты ведь тоже хотела узнать правду о своей семье. Давай объединим усилия и узнаем правду. Нам необходимо посмотреть документы, которые собрал твой отец. Я думаю, Амалия тебе не откажет. Амалия тебе не откажет. Музыка. Музыка. Кто это? Не знаю, подожди. Привет. Привет. Скажи, я видела вас вчера вместе с Максом. У вас какие-то дела или… Или. Или… Или я шучу. Он хотел купить архив отца. А ты? Ну, я, естественно, отказала. Странно, а зачем ему папин архив? Он же совершенно посторонний человек. Ну, я понятия не имею. Что-то я не могу уловить связь. Мне нужно самой разобраться в этом архиве. Ну, ради бога. Только его здесь нет. Давай завтра. Завтра? Да. Доброе утро, юная леди. Вот оно как. До этого следовало ожидать. Безутешная вдова скорбит о погибшем мужем. Так, давайте мы все успокоимся и поговорим. Вот это все, это не важно. Ну, и вашего отца, собственно, это не очень заботило. А вот то, что действительно важно, так это разобраться с бумагами. А вы кто? Ну, кроме того, как спите. С безутешной вдовушкой. Я не понимаю, это что, полиция нрав, что ли? Нет, конечно, что ты. Просто хочу понять, кто в этом деле кто. Анна, я понимаю, что у вас горе и очень сильно расстроены. Мое горе вас не касается. Ясно? Просто вы каждый из вас хотите урвать часть наследства. Анна, ну не будьте вы как ребенок, честное слово. У нас есть шанс, реальный шанс. И объединив усилия, мы сможем найти эти сокровища. Какие сокровища? Я как раз собиралась тебе сказать. Ага. Ну? Сокровища, которые здесь оставили немцы при отступлении. Ваш отец нашел какие-то бумаги. Он ничего вам не говорил? Нет. А ты мне поэтому не хотела показывать бумаги? Почему не хотела? Я хотела. Хотела. Но ведь вы должны были с ним поговорить. А что было при нем? Какие вещи? Его дипломат, телефон и все. И что? Никаких документов? Ничего. Это точно? Сто процентов. Всего хорошего. Какого черта? Она точно что-то знает. И если мы ее не расколем, это сделает кто-то другой. Ты уже выяснил, где Амалия прячет бумаги мужа? Думаю, дома. Да? А я думаю, что в ячейке банка. Почему бы мне не навестить ее и не проверить? Нет, я думаю, что лучше без резких движений. Может, уже стоит вызвать босса? Пока все окончательно не вышло из-под контроля. Ни в коем случае, не время тревожить босса, пока мы не выяснили, кто убил отца Анны. Сейчас они охотятся за ней, тут мы их и возьмем. А когда с ними разберемся, вот тогда и вызовем босса. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Привет, спишь? А ты не забыла, что через час мы тебя ждем у нотариуса? Ну, хорошо, как скажешь. Да, я ему передам. М? Яна плохо себя чувствует. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Да, привет. Нет, я не приеду. Ну, потому что меня мало интересуют наследственные дела. И я уверена, что все решится законным путем. Да, благо в нашей семье все юридические моменты помогает решить Дмитрий Дмитриевич. Низким и поклон. Я не ошибаюсь. Да, Анна, разумеется, я вас слышу. И как законный представитель вашего отца хочу вам заявить, что на сегодняшний день нет нотариально заверенного завещания. Поэтому вы, как наследница первой очереди, а также Анна, как законная супруга моего клиента в равной доле наследуете все его движимое и недвижимое имущество. Но также вы принимаете на себя все обязанности по его долгам, которых на сегодняшний день нужно нам признаться немало. Паровоз Локомотивыч готов предоставить все отчеты и открыть счета. Ань? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Да, мам. Не знаю, что ты видела в кабинете, но завещания нет. Ровно как и отдельного пункта про твою долю, дорогая. Как ты себя чувствуешь? Уже лучше. Спасибо, мам. Костик ведет меня на море. Давай, я перезвоню. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Давай быстрей. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Яна! Яна! Я тебе позвоню. Привет. Привет. Я была у нотариуса. Я тебе тоже советую к нему съездить. А мы с Максимом едем к Амале разбирать документы и архивы, которые отец собирал. Поехали. Да, но тебе надо съездить к нотариусу. Ну, тебе надо, а ты съездила. У меня есть еще полгода на это. Поехали. Сомневаюсь, что мать тебе отдаст документы? У нее не будет другого выхода. Мы постараемся ее убедить. Тогда я поеду с вами. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Яна! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вы кто? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ничего особенного. Просто местный папарацци. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Сюда нельзя. Документы. Я живу здесь. Не трогайте меня. Что здесь не происходит? Пропустите. Это дочь хозяйки дома. Что случилось? Амалия умерла час назад. Врачи говорят, это передоз. Яна! КОНЕЦ Она не употребляла наркотики. Она не употребляла наркотики. Она не употребляла наркотики. Ну, ждите заключения экспертизы. Увидите. У меня сомнений нет. Да, и очевидно, кто-то с ней был. Скорее всего, знакомый. Следов взлома нет. Никакого насилия. Подпишите, пожалуйста. Я не буду ничего подписывать. Это какой-то бред. Мам! Мам! Пустите меня! Мам! 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 Отпустите меня! Яна! Это я виновата! Отпусти меня! Мам! Яна! Мам! Анна, не могу я вам сказать некоторые слова. Наедине. Я вас не понимаю. Чего вы не понимаете? Сейф вскрыт. Его содержимое похищено. Амалия Митла. Если вам есть что сказать, говорите. Если нет, я пойду. Где находится ключ от сейфа, знали только Александр Сергеевич, Амалия и Яна. И вы. Разве нет? Нет. Яна с Амалией не могли бы уделить наследство. Яна боялась, что Амалия заберет все. У Яны алиби. Она была у нотариуса. Нет. Ее там не было. Послушайте, зачем Яне убивать Амалию? Отец ее не удочерял, завещания нет. Единственный путь к наследству – это через мать. Я понимаю, что я говорю неприятные вещи. Это часть моей профессии. Но благодаря этому я спасаю для моих клиентов как минимум деньги. Как максимум их жизни. А сейчас вы кого спасаете? Свою шкуру? Моя шкура не нуждается в спасении. А вот вашей сестры Яны и вашей. Очень даже. Звучит тук. Яне дали снотворное. Аня. Вроде спит. Аня, если нужна будет моя помощь, ты можешь на нее рассчитывать. Спасибо, Макс. Это я на телефон? Да. Алло? Нет, это не Яна. Здравствуйте, Костя. Это Аня. А вы могли бы приехать? Яна в ужасном состоянии. У нас… У нас несчастье случилось. Амалия умерла. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok А где она? Где Яна-то? Ее спальни нет и нигде нет Да, слушаю Яна, она в аварию попала Авария произошла примерно в 15.30 Девушка двигалась со скоростью по 200 Это все ваши бумаги, чертовы! Это все ваши бумаги, чертовы! Подожди, подожди, какие бумаги? Костя! Костя! Я обещал Янке, что сохраню! Она их истерику взяла! Не знаю, документы... Вот они! Она их истерику взяла, документы эти, финансовые! Я не знаю, я ничего не спрашивал! Костя! Почему она ко мне не пришла? Она думала, что вы с ней! Она хотела просто получить свою долю! Мне просто не хватало немножко любви! Чуть-чуть любви! Чуть-чуть любви! Чуть-чуть! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Но сейчас ты должна уехать. КОНЕЦ КОНЕЦ ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Надо двигаться, господин Галпштурфюрер. До Пилау 12 миль. Не успеем до рассвета, субмарина уйдет. Заткнись и жди. Пять минут ничего не решат. Да. Где же ты, любовь моя? Выгружайте ящик. За мной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Что вы делаете? А-а-а! Помогите! Помогите! КОНЕЦ 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 У нас буквально минутное дело. В этой папке много документов. В том числе и карта. Это то, о чем я думаю. А я не знаю, о чем вы думаете. И мне все равно. Ну, зачем же так, Анна Александровна? Я ведь знаю, да, это та самая карта, которая указывает место захоронения сокровища. Гауптштурнфюрера Вебера. Только вот карты недостаточно, не правда ли? Что вам от меня нужно? Мне нужно, чтобы вы сказали, где находится главное указание на место клада. И еще одно, самая малость. Вам нужно подписать одно соглашение. Подпишите вот тут и вот тут. И мы сами сразу же отвезем вас в аэропорт. А что это за соглашение? Это отказ от наследства в пользу вашего покорного слуги. Я не буду ничего подписывать. Анна Александровна, что ж вы так раскапризничались-то? То она ничего не будет подписывать без объяснений. То вообще ничего не будет подписывать. Мы тут все, конечно, интеллигентные и воспитанные люди. Но так недолго и терпение потерять. Я вообще не понимаю, что здесь происходит. Ваш отец, Анна, растратил все деньги фирмы. И ваше наследство не покроет и третий всего долга. Подпишите документы. Анна Александровна, если вы сейчас начнете капризничать дальше, моим людям придется вас огорчить очень больно. А мне бы этого не хотелось. А где у меня гарантия, что ваши люди не обидят меня после того, как я все это подпишу? Ну что же вы, Анна Александровна, это ведь не в наших интересах. Во всем есть целесообразность. Мы так много на вас потратили, мы будем вас беречь, чтобы у вас была возможность отдать и ваш собственный долг, и долг вашего отца. А все эти долги могут быть покрыты сокровищами покойного гапштон-фюрера Вебера, с которым так прекрасно договорился ваш папа. Подождите, но у меня перед вами нет никакого долга. А вот тут вы ошибаетесь. Наш сотрудник, который обеспечивал вашу безопасность, обходится очень недешево. Я вообще не понимаю, что здесь происходит. Замри! И отомри. Аня, не глупите. Делайте то, что вам говорят. Значит, вы убили отца. Мы? Мы его не убивали. Зачем нам убивать того, кто должен нам столько денег? Вот охраняли его, мы плохо. Это да. Ромашечка вышла. Ну что уж теперь. Жаль, что даже если мы продадим и его, и вас на органы, долг так и останется неоплаченным до конца. Давайте так. Я сейчас подпишу все эти соглашения, документы, но с одним условием. Смелая девушка. Условия. Интересно, какое же? Вы найдете убийц моего отца. А-а-а. Ну, это с дорогой душой и нашим удовольствием, как говорится. Узнаете? Конечно, я... Я же видела их в Питере. Это люди аргентинской наркомафии. Ваш отец в своих поисках сам не ведает того, подошел к ним слишком близко. Ну, как? Как это могло быть? И мало ли семей, которые ищут свою историю. Но не у всех семья такая звонкая. И не все думают о семье, когда дело касается больших криминальных денег. Откуда им было знать, что твоего отца интересовали только родственные связи? Ну, его интересовали только родственные связи. Правда? Вы в этом прямо уверены? Абсолютно. Очаровательно. Но неубедительно. Ваш отец нашел даупштурмфюрера Вебера. Вебер хотел, чтобы все его деньги достались только его детям и внукам. Мафию это не устроило. А потом они узнали, что и ваш отец перешел им дорогу и избавились от него. Все очень просто. Но как они могли его вычислить? Макс? Макс. И всегда кто-нибудь из его окружения. Тоже здесь. Вы считаете, что Макс убийца? Прозрение, мать мудрости. Вот это мы и хотим выяснить. Не хочет ли он нас обидеть. Вы меня должны сейчас отпустить. Я поеду к Максу и добуду всю информацию. Что у вас там? Баллончик? Не стоит. Либо вы мне доверяете, и я вас вытаскиваю из этой истории живой и невредимой, либо других вариантов быть и не может. Субтитры сделал DimaTorzok. Ты один? Один. Почему ты не улетела? Вот эта папка, которую отец получил от писателя перед смертью. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Дмитрий Солнце. Субтитры сделал DimaTorzok. Дмитрий Солнце. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну, разве бывают такие обручальные кольца? Теперь ты видишь, наконец, что твоя бабушка бронесса фон Дирк? Мой дед ее любил всю жизнь. Она его считала врагом. Но, возможно, любил его в ответ. Ну, разве можно любить человека, который пришел в твою страну, чтобы убивать твоих близких? Не успеем. Дороги горят. Да, быстро немцы береговую линию заминировали, гады. Я предупреждала, что немцы готовят коридор для отступления. Уйдут по воде. Нин, ты сделала все, что могла. Приказываю продолжать операцию. Вебер дождется бронессу фон Дирк. Он должен. Ему необходимо кольцо, которое он ей подарил. Все ко мне. Все ко мне. Построится в шерингу. Быстро. Построится в шерингу. Начальнику 1-го агентурного управления Главного разведывательного управления Генерального штаба Красной Армии. От старшего лейтенанта Орловой Нины Александровны. Рапорт. Я, Орлова Нина Александровна, находясь при исполнении секретного задания, в ходе которого я выдавала себя за бронессу фон Дирк, должна была осуществить вербовку немецкого гаупштамфюрера Вебера с целью получения с его помощью секретных сведений о похищенных немцами ценностях и планах их захоронений. Довожу до сведений руководства информацию о данной операции. Мне удалось войти в доверие к противнику, гаупштамфюреру Вебер. Он составил зашифрованную карту захоронений и сделал два кольца с ключом к шифру. Одно кольцо оставалось у гаупштамфюрера, другое он отдал мне. У нас была договоренность о встрече, но она не состоялась по независим от меня причинам. Город подвергся бомбежке. Моя машина попала под обстрел, и я не смогла быть на месте встречи вовремя. Я думаю, твой дед любил женщину, а моя бабушка спасала свою родину. Гаупштамфюрер Вебер не дождался меня и уехал. Тем не менее, не считаю операцию проваленной, так как уверена, гаупштамфюрер обязательно постарается приехать к месту захоронений ценностей еще раз. Я и сам уже не уверен, рад ли я тому, что раскопал это дело. Кроме того, не имея второго кольца, он не сможет определить точное место захоронений. Следовательно, постарается меня найти и выйти на связь. Своё кольцо и копию карты прилагаю. Жгучий перец. Как ты мог проворонить баллончик? У меня не было команды ее обыскивать. А мозг у тебя на что? Ну что, товарищи пионеры, как собираетесь это все разруливать? Пока ждем. Она человек не глупый. От нее. Ну вот, а вы испугались. А девочка-то молодец. Отжигает вовсю. Надо бы выгнать вас всех, а ее взять вместо вас. Субтитры создавал DimaTorzok Это просто невероятно. Моя бабушка разведчица. Полгода жила под чужим именем, играла роль баронессы и никогда никому ничего не рассказывала. Это неудивительно. Операция провалилась, а моему деду удалось сбежать. Будешь таким делиться. Слушай, а мне кажется, я поняла. Два кольца – это ключ. Гравировка – это расстояние и направление. Это путь к кладу. Берем карту кольца и поехали. Ты с ума сошел? Поехали, или я вышибу ей мозги. А если поможешь достать клад, она будет жить. Ну? Берем карту кольца. Ну что, стоим? Разбираем пуколки. Место мы теперь знаем. Дорога там одна. Так что подъехать незаметно не получится. Нужен нестандартный подход. Нестандартный подход ему нужен. Какой за денег? Ну давай, соображай. Да уж и сообразил. План есть. Так что... Выдвигаемся. Вот первая буква. Наверх. Быстрее. Видимо, надо еще выше подняться. Буква здесь. Нам сюда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Говорячивай направо. Я сказал направо. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Выгружаемся. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА 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 ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Пускай она тебе поможет. Может, ты мне поможешь? Нет. Я сказал, пусть она тебе помогает. Все в порядке. Я сама. Давай. Я спускаюсь. Здесь есть проход! Вниз! Вот она, кладка. Бери кувалду, разбивай стену живо, или она умрёт. Открывайте замок. Сам открывай. Я выше боемозги. Три. Два. Макс, извини, но мне придётся её убить. Отпусти её. Она здесь ни при чём. Она теперь свидетель. Ты почему не на связи? Люди-боссы уже близко. Вали их! Это вы убили моего отца. И отца, и Амалию, и её истеричку-дочь. Иди-боссы, иди-боссы! Иди-боссы! Стоп-стоп-стоп! Подождите, давайте договоримся. Вы нашли, что искали. Мы с Аней ни на что не претендуем. Мы будем держать язык за зубами. Поверьте, я был бы рад пойти вам навстречу, но это было бы неразумно. Оружие на землю! Работает спецназ! Всем стоять! Работает спецназ! Руки! Руки на голову! Руки за голову, на колени! Руки за голову! Работает спецназ! Это вы? Это я. Новое задание? Новое задание. Новое звание. За успешное убедение в банку босса. Получено много интересных документов. Описи, похищенных парцистами ценностей. Планы захоронений. Сейчас с этим разбирают и специалисты. Желаю вам всего хорошего. Ещё раз спасибо за доверие. Спасибо вам. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!